На Нахабинском шоссе в Звенигороде работают эскаваторы. Здесь проведут снос сразу двух аварийных домов, номер 11 и номер 13. Глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал ход проводимых работ и пообщался с подрядчиками. Это как раз то, что у вас запланировано на этот год? Да, отмечены объекты. Гостиница уже на финише. Здесь у нас два дома, 11 и 13. Да, до конца месяца вывезем мусор. До конца месяца будет зачищена площадка. Рядом дом номер 13. Он уже практически разрушен, а жители с 2015 года расселены. При этом груды обломков остались, да и территория долгое время оставалась в открытом доступе. Здание стало опасным для жителей. Недострой и аварийные объекты в округе необходимо вовремя ликвидировать, подчеркнул глава муниципалитета. У нас порядка 120 таких объектов уже выявлено. Есть четкий, понятный план, согласованный с правительством Подмосковья. Мы по этому плану движемся, эффективно работаем. Считаю, что у нас все получается. Порядка 50 объектов в год мы либо сносим, либо достраиваем. И вот сегодня как раз по Звенигороду мы с вами видим элемент нашей такой работы. Недавно в Звенигороде уже снесли объект незавершенного строительства – гостиницу «Осень». По словам руководителя округа, скоро предстоит новый этап – обсуждение жителями строительства новых социальных объектов, которые можно возвести на освободившемся месте. Этих перемен люди давно ждали, говорит глава. Мы уже начинаем, сегодня первые встречи провели, начинаем с жителями обсуждать, что бы хотелось на этом свободном участке уже построить. Скорее, это будут какие-то социальные объекты, парки, музыкальные школы или детский садик, потому что здесь, в Звенигороде, большой дефицит как раз именно такой направленности объектов. Всего в этом году на территории Одинцовского городского округа было ликвидировано 25 объектов. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.